Жители дома номер 11 по бульвару Львовскому начали бить тревогу в прошлом году. Мол, 28 хвостатых соседей перешли все границы. Дурно пахнут, дебоширят по ночам, еще и незваных гостей водят. Да и вообще, почему без согласия жильцов в их доме на техническом этаже открыли кошачью гостиницу? Люди боятся заходить в лифт с детьми. Многие твердят, так и бешенство они долго подхватить. Одному богу известно, сколько животных тут побывало. Меня не устает от этого кошачьего приюта. Они делают деньги, собирают, кто приносит им гостевое содержание кошек. А мы из-за этого страдаем. Ночью они шумят, прыгают. И где, скажите, прыгают? Прыгают. Потом опять же запах будет. Это сейчас прольют, они будут аммиаком пахнутся. Аммиак это же вредный, мы будем этим дышать. Чтобы избавиться от нежеланных соседей, жители обратились в прокуратуру и агентство ветеринарии. Однако, все мимо. Проверки показали, что каждое животное привито и клинически здоровое. Состава преступления нет. Да и приютом помещения, где содержатся коты, назвать нельзя. У каждого здешнего постояльца есть хозяин. За хвостатыми днем приглядывают волонтеры некоммерческой организации ЧИП. Проблемы к нам какие? Вы знаете, я скажу, что это даже смешно. Во-первых, течет крыша. Они говорят, что это писают наши кошки на стены. Это все протекает. Вторая проблема. Вы здесь ходите, вы хлопаете дверьми. Ну, извините, это ходят не кошки. Значит, и третья проблема, что воняет по стояку с всего мусоропровода. Но по просьбе жильцов, по просьбе старшей по подъезду, весь мусор, все наши бытовые отходы мы спускаем на первый этаж и выбрасываем туда. Во время разговора стало ясно, проблема вовсе и не в кошках, а в помещении, где они содержатся. Жильцы уверены, технический этаж – это их долевая собственность. По мнению администрации, которая выступает в роли арендодателя, помещение муниципальное. Последнее подтверждают и бумаги. А значит, кому сдавать квадратные метры и на какие нужды, вольна решать лишь городская мэрия. Содержите свои помещения тогда. И вот сейчас начали отдавать, кому хотят. Он мне сказал, кому хочу, тому и сдам. Как это хочу? Почему нас не спрашивают? Он говорит, я не должен вас спрашивать. Это мое помещение. Может, коровы приведете нам, или саду воронов наверх погоните. Если это ваше помещение. Коров и баранов пока не ожидается, а вот протекшая крыша уже есть. Именно она и стала причиной недовольства соседей. Талой водой топят не только кошек, но и других жильцов. Они, в свою очередь, уверены, раз помещение принадлежит администрации, то и ремонт обязаны делать чиновники на бюджетные средства. Однако это не так, что и подтвердили юристы. В соответствии с законом, крыша, как и иные нежилые помещения, лестничные площадки, подвалы, это все является местами общего пользования. И содержание этого имущества, оно должно идти из средств. Если идет необходим текущий ремонт, то, соответственно, из тех средств, которые предусмотрены на содержание общедомового имущества. Получается, крыша общая, а помещение казенное. Деньги на капремонт, как пояснила старшая по дому Людмила Семенова, жильцов собираются регулярно. Как нас заверили в городской администрации, мэрия, как арендодатель, средства исправно перечисляет наравне со всеми. Управляющая компания, курирующая многоэтажку, о проблеме знает, но поиск решения превратился в сломанный телефон. Финальную точку в вопросе, кто прав, кто виноват, можно поставить лишь после обратной связи со всеми сторонами конфликта. Таким путем рекомендуют пойти и специалисты. На общем собрании жильцов решить, сколько средств нужно на ремонт кровли, после донести информацию до управляющей компании. Если единого мнения так и не будет, следует обратиться к юристам. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.